Вопрос от Wall Street Journal. Сегодня мы услышали, что НАТО будет предоставлять не только НАТОвское стандартное оборудование, но и советское стандартное оборудование. Вы можете подтверждить эту приверженность, предоставить, и когда это будет сделано. Второй вопрос. Министр иностранных дел Кулеба сказал, что по мере того, как Запад покупает российскую нефть и газ, они, с другой стороны, поддерживают российскую военную машину. Привержены ли вы более агрессивным срокам отказа от российского газа и нефти? Да, спасибо. По первому вопросу, как вы знаете, мы США со своей стороны и в партнерстве с более чем 30 странами предоставляли оружие и системы Украине, которые мы считаем, они наиболее эффективно могут использовать и которые им нужны для того, чтобы сопротивляться агрессии России. И мы будем продолжать это делать. Мы не позволим ничему встать на нашем пути. Мы будем предоставлять не только то, что мы уже предоставляли, но и дополнительно другие системы, которые мы считаем будут им полезны. Мы будем это делать в консультациях с украинцами и с нашими союзниками и партнерами. В том, что касается энергоресурсов. Мы в течение многих лет наблюдали за тем, как Европа все более и более зависит от российского газа и нефти. И сейчас я совершенно четко слышу их приверженность от этой зависимости отказаться, потому что все больше и больше России пользуют эту зависимость в качестве оружия, в качестве давления. И поэтому сейчас, совершенно верно, наша зависимость только помогает России финансировать ее военную машину. И поэтому настало время идти в другом направлении, но это не произойдет единомоментно. Для этого нужно ввести дополнительные альтернативы, механизмы. Мы знаем, что этой зимой мы уже работали для того, чтобы предоставить дополнительное СПГ, сжиженный природный газ, в Европу, чтобы сократить их зависимость от российских энергоресурсов. И в будущем президент Байден еще две недели назад говорил о том, что мы привержены повышению выработки СПГ. Другие страны тоже будут повышать выработку других энергоресурсов. И мы будем двигаться в этом направлении. Также мы понимаем, что очень важно нам ускорить переход на чистую энергетику. И я думаю, что Европа может из такой необходимости перейти к более устойчивому будущему, с более устойчивой, чистой энергетикой. Но этот процесс займет довольно много времени. Но я рад, что Европа берет на себя обязательства двигаться в этом направлении. Вопрос от Вашингтон-Пост. Два вопроса. Министр иностранных дел Кулеба сегодня говорил, что по мере того, как Россия готовится к нападению на восточном фланге, Украине нужна дополнительная помощь, военная помощь уже сейчас, в течение вследских дней. И они не могут ждать США. Готовы ли предоставить новое оружие Украине? Вот в такие краткие сроки. И второй вопрос. Считаете ли Вы, что зверства России, которые мы увидели в Буче и других городах Украины, сделают возможность провести мирные договоры еще более сложной? В том, что касается предоставления военной помощи, мы делаем это уже давно. И мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла противостоять российской агрессии. И президент Байден уже за много месяцев до того, как началась эта агрессия, предпринял очень активные шаги в этом направлении. Президент поручил еще в конце прошлого лета, лета прошлого года, и это сделать, и, конечно, мы нарастили эти усилия с начала агрессии. И это помогает Украине, конечно, противостоять агрессии России. Также у них есть свое собственное мужество и ресурсы для того, чтобы это делать. И мы восхищаемся ими за это. Но с начала агрессии мы вместе с нашими союзниками и партнерами постоянно предоставляем им самые эффективные системы, которые мы считаем им наиболее полезны для того, чтобы противостоять и танкам, и самолетам, и ракетам. Так что ежедневно мы предоставляем им ту помощь, которую мы считаем им наиболее необходима. Мы прислушиваемся к их запросам, к их оценкам того, что им необходимо, и мы продолжаем двигаться в этом направлении. Мы понимаем срочность. Я думаю, что все союзники и партнеры понимают срочность этого вопроса. Я думаю, что все союзники и партнеры понимают срочность этого вопроса.